Добрый вечер! В эфире час Акима и в рамках этой программы мы уже на регулярной основе встречаемся с руководителями отделов городского Акимата. Речь идет, конечно, прежде всего о том, какие программы, какая поддержка оказывается жителям нашего города в связи с особыми условиями, в которых мы все с вами оказались еще весной нынешнего года. Сегодня гости нашей студии – это руководитель отдела занятостей и социальных программ Акимата города Ак-Тубе Макпал Турмагомбетова. Добрый вечер, Макпал Шигаевна. Напомним зрителям, что у нас прямой эфир. То есть вы можете задавать свои вопросы по телефону 222-333 в течение ближайших 25 минут, пока мы находимся в студии. Если у вас возникнут какие-то вопросы относительно пособий, занятости, трудоустройства и так далее, то можете непосредственно задать их руководителю отдела. Макпал Шигаевна, мы несколько раз встречались на протяжении этого времени, и вы рассказывали о том, что у нас существует целый ряд программ, которые объединены общим названием «Дорожная карта». Наверное, есть уже какие-то результаты за полгода. Да, добрый вечер, уважаемые зрители. Да, конечно, «Дорожная карта занятости». В этом году у нас именно только по городу Ак-Тубе было 101 проектов. Это проекты инфраструктуры развития города Ак-Тубе, где мы должны были трудоустроить на работу более 7 тысяч человек. В настоящее время проекты завершаются. Полностью план по трудоустройству через центры занятости мы выполнили. Есть некоторые моменты, где еще проекты продолжают работать. Это у нас два проекта по городу Ак-Тубе. У них завершение идет к концу декабря. Но, несмотря на это, очень огромную работу мы провели. И я думаю, что результаты наши горожане видят и знают. Это и дороги, и ремонт школ, и строительство подсобных помещений для школ было. Ремонт в области здравоохранения, как мы привыкли говорить, АМЦ, там было большой ремонт, ремонтные работы. И я думаю, что эти работы, не то что думаю, а знаем, что это «Дорожная карта занятости» продлена. И в 2021 году будут продолжены работы. Конечно, на эти цели были выделены очень огромные средства. Более 27 миллиардов тенге. И они сейчас по завершении объектов, по строительству, по ремонту, конечно, мы уже окончательный итог подведем ближе к концу декабря. И все же хочу сказать, что очень много работы было проведено не только центрами занятости, а теми предприятиями, которые занимались именно по дорожной карте занятости, были приняты на работу 3670 человек. Это только самозанятые населения. И самая низкая заработная плата была 85 тысяч тенге. То есть от 85 тысяч. И, наверное, еще приходилось учить этих людей, да? Да, конечно. Потому что те люди, которых мы называем самозанятыми, в основном это люди без практики, без образования, это не имеющие рабочие специальности, вообще было трудно, наверное, да, с тем, чтобы найти специалистов, потому что и сейчас я вижу у вас на странице в Инстаграме очень много вакансий. У нас сейчас более полутора тысяч вакансий есть, но при реализации проектов по дорожной карте занятости мы столкнулись с тем, что нет специалистов именно тех спецмашин. То есть это дорожно-строительные машины, крупногабаритные машины. Вот для них нам очень тяжело было найти специалистов. Но, несмотря на это, предприятия брали к себе на работу. У нас есть краткосрочные курсы от одного до шести месяцев, где мы самозанятые населения приглашаем и обучаем в наших учебных центрах. У нас в этом году было 15 учебных центров, где не только обучали, вот как нам говорят, вы швеи, парикмахеров, там маникюристов обучаете. Нет, конечно, мы и плотников обучали, и тех, кто собирает мебель, и электросварщиков, и электриков. Мы их всех обучали. И результат, конечно, есть. Кроме того, у нас четыре колледжа обучают тоже, не только. Там и повара, и кондитеры, и технологи, и сварщики. И, несмотря на то, что у нас были карантинные меры, ограничительные меры, мы очень много работы провели, что сейчас у нас вот план, комплексный план по трудоустройству, более 11 900 человек нужно было трудоустроить, мы этот план выполнили. Конечно, очень с натяжкой, очень тяжело было. Курсы онлайн проходили обучение, где-то оффлайн проходили обучение. Но, несмотря на все трудности, мы сделали то, что необходимо было сделать. И рабочие профессии есть, которые онлайн не обучишь, потому что нужно уметь что-то делать руками. И рабочие профессии – это, наверное, один из самых сейчас для вас приоритетов в трудоустройстве, потому что больше всего вакансии предприятия, которые будут сейчас выходить из кризиса, они связаны именно с рабочими профессиями. Ну, еще здесь нужно отметить такой момент, что наши обучаемые на курсах, вот краткосрочных курсах, они получают стипендию в размере 21 000 тенге. Есть программа технического и профессионального обучения, через областное управление образования проходит, и мы в колледжах обучаем. То есть полностью стоимость обучения, питание и стипендии оплачиваются через... Все это субсидируется. Все это субсидируется. И мы, когда в конце года уже планы строим, мы со всех предприятий делаем запрос, чтобы они нам указали, какие именно специальности им нужны, чтобы завтра в колледжах мы могли обучить именно тем специальностям, которые есть заявки. Вот такие вот работы мы проводим обязательно. Но есть еще особая категория людей, которым, наверное, наиболее трудно найти работу. Это, скажем, либо люди уже более старшего возраста предпенсионного, либо это, может быть, те, кто ограничен в передвижении. Это люди, может быть, даже не обязательно с инвалидностью, да, но с какими-то хроническими болезнями. Наверняка они к вам тоже довольно часто обращаются. Да, есть у нас... Вообще здесь нужно сказать одну вещь. Есть социальные рабочие места. То есть это субсидируется 65% платит предприятие, 35% субсидируем мы через государство. Вот особенно мы стараемся людей старшего возраста, которые вот-вот должны выйти на пенсию, мы отправляем на работу по направлениям именно на социальные рабочие места. Есть у нас еще и общественные работы. То есть это неквалифицированный труд. У нас много часто запрашивают военкоматы, налоговый комитет. Даже по благоустройству, вот те, которые вот сейчас вы видите, да, улицу убирают наш, чтобы наш город был чистым. И на эти работы мы на общественные работы отправляем. В этом году заработная плата вот с июля месяца у них повысилась, хотя минимально раньше 42 500 было, а сейчас 63 тысячи тенге. Вот заработную плату оплачиваем, табелируем. Кроме того, вот еще нужно сказать обязательно и о той молодежи, которая закончила обучение и не смогла трудоустроиться. В течение 6 лет даже по заявкам работодателей мы молодежь отправляем к ним на работу. То есть тут тоже заработная плата 56 тысяч тенге. Это первые 6 месяцев каждый молодой человек может пройти практику, если, конечно, в конце практики они пройдут, то работодатели часто наших ребят оставляют у себя на работе, на постоянную работу. Ну и лица, которые с ограниченными возможностями, инвалиды. Третья группа у нас есть, работоспособные граждане, которые имеют инвалидность. Мы в основном стараемся отправлять в те предприятия, где есть возможность особо сильно не передвигаться. То есть это у нас цоны, да, в основном цоны в ГЦВП запрашивают. Есть общественные объединения инвалидов. Мы туда тоже отправляем наших людей, чтобы они могли себе, кроме своей пенсии, еще и заработать себе действительно хоть и небольшую, но заработную плату. Организовываем им спецрабочие места. Спецрабочие места – это те места, где человек, скажем, на инвалидной коляске мог спокойно прийти на рабочее место, специальный стол, специальный компьютер. Вот такие моменты мы обязательно осматриваем. Ну, наверное, сейчас уже можно и что-то дома делать. То есть есть какие-то занятия онлайн, все продвигается, цифровизация. И, судя по всему, тоже людям придется обучаться для того, чтобы этим заниматься. Возвращаясь к вот этой самой цифре 42500, которая уже стала нарицательной. И, наверное, сейчас достаточно людей, которые вам звонят и спрашивают, будут ли еще выплачивать это пособие для тех, кто так и не смог вернуться на работу. Что с этим? 42500 – это социальная выплата. Выплата производилась во время карантина и ограничительных мер. Вот 1 декабря мы завершаем работу, завершает наша комиссия по рассмотрению жалоб по выплате. И я думаю, что, как бы правильнее и мягче сказать, каждый гражданин, который обратился за социальные выплаты, он должен был доказать свою, то, что он потерял доход. То есть в течение 6 месяцев… Да, полностью законность, обязательно законность. Каждый гражданин, который обратился, он должен был доказать, что он действительно потерял доход. Были случаи, когда нигде не работающие граждане, вот и особенно во время карантинных мер, получили социальную выплату двухмесячную, а потом уже обращались, почему вот в июле-августе нам не выплатили. Четко в законе прописано. Если вы потеряли доход, если у вас заработная баллата была не менее 6 месяцев, то, конечно, вы можете обратиться в органы социального обеспечения за социальной выплатой. Многие, конечно, да, доказывали. В основном в этот раз мы принимали документы только от предприятий. Каждое отдельное физическое лицо через телеграм-бот оформляли документы, и Государственный фонд социального страхования пропускал через свои шлюзы, как мы говорим. И там, если нет выплат, то, конечно, этим людям отказывали. Они обращались к нам, и комиссионно решался вопрос, действительно ли человек потерял доход. Если да, то комиссия дает одобрение, а уже дальше идут выплаты. Много таких вообще историй? Было. Ну, через нашу комиссию прошли более 30 тысяч человек. Из них мы отказали только 12 человек. То есть это люди, предприятие обратилось, где-то что-то через шлюз Государственного фонда социального страхования. Это же все-таки электроника, это интернет, это все. Были некоторые, скажем так, упущения. И через нашу комиссию, конечно, все получили одобрение. К нам обращались даже крестьянские хозяйства, которые даже дали во время карантинных мер и пассивными работами заниматься, и выпасом, и всем остальным. Таким вот организациям мы отказывали. И отказывали мы тем гражданам, которые не платили единый совокупный платеж. Единый совокупный платеж должны были платить все самозанятые граждане для того, чтобы у них был доступ к государственным услугам. То есть они, если этого не делали, то, конечно... То есть если они этого весной не сделали, то уже, соответственно, поезд ушел, и сейчас это уже делать поздно. И еще у нас студенты обращались. Первое время, март-апрель, да, действительно, у них был доступ, они получили социальную выплату. Но в связи с тем, что ввели четкое разграничение, вот в июле, в августе они не смогли доказать, что они действительно потеряли работу. Ну, что поделать. Действительно, есть какие-то условия, которые не нарушишь. И поэтому, даже при том, что люди имеют мало дохода, тем не менее, рассчитывать на поддержку они, к сожалению, не могут. Хочется еще добавить, что вот 1 декабря у нас заканчивается сбор документов на рассмотрение на комиссии по социальным выплатам. То есть 1 декабря мы уже не принимаем документы. А много документов принимают онлайн или нужно приносить вам? Онлайн принимаем, и они могут принести наручно, да, электронно, наручно, сканированный вариант. Мы все документы принимаем и в неделю один раз на комиссии рассматриваем. То есть я еще раз хочу сказать, что 1 декабря завершается работа комиссии по рассмотрению документов по соц. выплате. Каких касается выплат? Каких пособий? Это именно социальные выплаты 42500, да, которые во время карантина выплачивались, и они не смогли по каким-то причинам получить. Если все документы будут в порядке, конечно, мы на комиссии даем одобрение. Если нет, то уже полностью отказ. Но в связи с карантином и всеми прочими ограничениями можно было во втором и третьем квартале не предоставлять справки по новой для того, чтобы назначали другие виды пособий. Речь идет, наверное, о пособиях и о потере кормильца, и по инвалидности и так далее. Вот какая ситуация сейчас с этими пособиями? Сейчас нужно сказать, во время карантинных мер, ограничительных мер, из фонда Безбергемос по поручению Ельбаса были единовременные выплаты. По городу Ахтебе более 19 тысяч человек получили. Это обязательно категории инвалиды, все категории инвалидов получили, плюс дети инвалиды до 16 лет, по потере кормильца. От одного до шести детей у нас есть по потере кормильца. Те, которые лица, получающие минимальную пенсию от 5 до 34 500 тенге, в такие категории у нас получили единовременные выплаты. Первый, второй и пятым траншем. То есть одни и те же лица не смогли получить, только один раз была выплата. Кроме того, во время карантинных мер решением Акима области единовременно выплачивали 20 тысяч тенге. Там определили семь категорий, самые социально уязвимые. Туда, конечно, тоже вошли инвалиды первой, второй, третьей группы, дети инвалиды вошли. И лица, получающие спецгоспособие. То есть, если мы получили сейчас по возрасту, вышли на пенсию, но имеем инвалидность, то им тоже единовременно выплачивалось. Кроме того, с республиканского бюджета были выплаты. Четыре раза у нас получили лица, получающие адресную социальную помощь в виде продовольственной корзины в размере 5 567 тенге. Лица, зарегистрированные на тот момент на бирже, как безработные, они могли получить 5 567. И те же семь категорий, они получили продовольственную корзину. Потому что это все было в денежном выражении, потому что все-таки карантинные меры, и каждый мог себе выбрать на эту сумму. То, что ему необходимо. К нам дозвонился телезритель, давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, вы меня слышали? Мы слушаем вас. Я хотела бы задать такой вопрос. Я работаю в ТО, и на время ограничительных мер, летом получается, нам отказали выплату. То есть наша ТО подала заявление на выплату компенсации заработников. И нашему ТО было отказано. Якобы по причине того, что у нас не подпадает под ограничения. Но на время лета все торговые дома были закрыты, у нас сфера торговли. Теперь, как вот хотели бы узнать, как этот вопрос будет решаться? То есть ТО, торговый дом, он оформлен как ТО, и сотрудники не получили? У нас производство мягкой мебели. Вообще, как бы считается производством. Но вы не попали вот в категорию предприятия? Мы работаем в сфере торговли, работники этого ТО. Так как ТО подало за нас заявки, ему было отказано. Ну, ситуация вот такая, да, Макпал Шигаяна? Ну, как я поняла. То есть производство мебели, но эти люди заняты в торговле этой мебелью. Им отказали. Это действительно так? Скорее всего, здесь работодатель неправильно подал документы. Это одна из причин. Во-вторых, вы могли неофициально работать на этом предприятии. Вот самая основная проблемная причина в том, что не все работодатели оформляют официально документы и нет социальных выплат. То есть каждый гражданин, когда начинает работу в каком-нибудь предприятии, обязательно должен быть электронный трудовой договор. Ежемесячно, согласно налогового законодательства, оплачивать все социальные выплаты. Это не только подоходный налог, это пенсионный, это социальные страхования. Все эти выплаты должны быть обязательно. У нас 13 членов комиссии, и обязательно мы согласовываем каждый момент. То есть здесь у нас основное главенствующее лицо – это Атамикен, то есть Палата предпринимателей, и налоговый комитет, трудовая инспекция. Вот эти три организации за каждое предприятие, скажем так, борются. Обязательно мы доказываем, есть ли у этого предприятия, на этого работника приказ о том, что отправлен в отпуск без содержания в связи с объявлением карантина. Или же они написали заявление добровольно пойти в отпуск без содержания. То есть по семейным обстоятельствам прошу вас отпустить. И тогда им не предоставляется помощь. Тогда, конечно, нет, это добровольно. Не могли получить лица, которые находились в декретном отпуске. То есть государство и так оплачивает им пособие до достижения одного года ребенка, с которым вышли в декретный отпуск. Есть моменты, когда инвалиды, да, вот если есть инвалиды и получают государственные специальные пособия, то, конечно, этим лицам социальная выплата повторной никому не выплачивается. Вы можете, еще у нас целая неделя есть, ваше предприятие может обратиться к нам. И все документы мы готовы на комиссии рассмотреть, если, конечно, вы официально на том предприятии работали. Спасибо. Я думаю, что исчерпывающий ответ, потому что, действительно, люди подавали заявления сами через Telegram-бот или другими способами. Особенно это было в апреле-май. И, наверное, вот именно это количество заявлений было тем валом, с которым вы разбирались. Но, тем не менее, люди и сейчас думают о том, что не закончился кризис, и государство должно их поддерживать. Может быть, поддерживать повышением адресной социальной помощи или пособий? Вообще, с Нового года ожидается изменение в размерах пособий? Ну, адресная социальная помощь, размер зависит от прожиточного минимума. 70% от прожиточного минимума. Здесь пока еще изменений нет. Есть одно изменение. Каждый гражданин, если его доход не превышает 70% от прожиточного минимума, через портал ИГОФ могут обратиться за адресной социальной помощью. Бумажно мы документы не принимаем. Только через портал? Да, только через портал ИГОФ, чтобы не было контакта со специалистами. Это, во-первых. И, во-вторых, это государственная услуга, которая именно идет через ИГОФ. И тут же, если доход не превышает определенного размера, граждане могут рассчитывать на адресную социальную помощь. Кроме того, дети от 1 до 6 лет, они обеспечиваются гарантированным социальным пакетом. То есть, Министерством здравоохранения определены 12 пунктов продуктов питания, которые именно детям от 1 до 6 лет. Это каждый месяц, ежемесячно. И плюс бытовая химия, как мы говорим, это мыло, зубная паста, такие вот предметы, это в квартал один раз определена. Пока сумма на продукты 4707 и на бытовую химию 1570. Это на каждого ребенка, который не достиг 6 лет. И как они могут получить люди это? Они должны куда-то обратиться, прийти за этим набором? За этим набором никуда ходить не нужно. Вот сейчас мы в пилотном режиме, да, конечно, немножко тяжеловато было, очень тяжело было, надо сказать. Но совместно мы сейчас отработали такой момент. У нас в государственных закупках участвовал Анвар и Дина, которые самые крупные поставщики по городу Вахтюбе. И через Казпочту делаем доставку. То есть до каждого адресата по указанному адресу получателя АИСП. Казпочта доставляет, служба доставки бесплатно этот набор предоставляет. Мы немножко во время карантина опоздали. Сейчас немножко один месяц мы запаздывали, потому что во время карантина это невозможно было сделать быстро и своевременно. Сейчас вот хотим до конца года полностью по декабрь включительно все продуктовые корзины довести до каждого нашего получателя. За четвертый квартал, получается? За четвертый квартал, да. У нас есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да, конечно. Ну вот вы еще говорите. Моя бабушка Шарапова. Можно, да? Да, да, да. Мы вас слушаем. Я бы хотела спросить, как решается прожиточный минимум? Он один раз в полгода решается или как? Вот сейчас идет такое повышение и медикаментов, и продуктов, и пишут везде. И все согласны на это. А прожиточный остается, и базовый остается та же. Почему? За полгода нельзя было решить, что прожиточный все же мы не согласны с ним. Ну, конечно, здесь вопрос не напрямую к нам, но все же я попытаюсь ответить. Прожиточный минимум определяется раз в квартал. Это органы статистики с Министерством экономики определяют прожиточный минимум. Все зависит от того, как... Ну, это решается на республиканском уровне один раз и для всех. Ну, к сожалению, да, не все у нас согласны. В принципе, и мы сами тоже не согласны с тем, что у нас средняя зарплата 224 тысячи. Но что поделать, такова статистика. То есть разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами такова. Но, соответственно, в первом квартале будет пересмотрена эта прожиточная корзина. Конечно. Вот прошлый квартал было 29 тысяч, в этом квартале уже 32 тысячи 900. То есть идет рост прожиточного минимума. А для определения для получателя адресной социальной помощи это 70% прожиточного минимума. Сейчас надо сказать, что у нас около 4 тысяч человек получают адресную социальную помощь. Ну, кроме того, есть люди обращаются при возникновении трудной жизненной ситуации. И там уже рассматривается вопрос комиссионно. Это единовременная выплата на рассмотрение комиссии. Бывает и 10, и бывает 70. Вот у нас, например, если есть заболевания, социально значимые заболевания, ежемесячно в течение 6 месяцев они могут получить и по 20 тысяч. Если есть онкозаболевания, то 90 тысяч единовременно выплатят помимо тех республиканских денег, которые в год 1 РС не получают и пособия, которые же мы сейчас. Ну, наверное, вы эти публикуете изменения и какие-то новшества на своих страницах, в том числе и в социальных сетях. Я хочу сказать, что есть в Инстаграме страница как раз отдела занятости социальных программ, она так аббревиатурой называется, ОЗСП, КТУБЕ. Вы можете подписаться на эту страницу, и можно там следить за новостями, и можно там же и задавать вопросы. Да, конечно. Наши специалисты внимательно следят за всеми публикациями, за всеми обращениями, и мы даем квалифицированный ответ. То есть не обязательно иногда писать о крике души, а просто обратиться к нам. Особенно у нас работают сейчас два телефонных номера, 44-57-54, 44-57-55. Можно в любое время, в рабочее время обратиться к нам, и каждый специалист, который сидит на линии, может вам дать полное разъяснение. Кроме того, сейчас пока мы находимся по адресу Уалиханова, 12А, можно будет к нам в рабочее время прийти, взяв талончик и получить консультацию у специалиста. Ну, буквально где-то в течение 10 дней мы переезжаем в другое здание. Мы, конечно, об этом сообщим, но вот пока... И уже будем искать вас по новому адресу. Благодарю вас, Анна Павловна Шагаевна. Действительно, у вас очень широкий спектр вопросов, и теперь каждый из наших телезрителей сможет задать вам их напрямую через социальные сети, или позвонив 57-54-44. 57-55-44-57-54. Любое время, рабочее время. Я благодарю всех за внимание. Мы ждем ваших комментариев, вопросов на наших страницах RIKO News и на сайте rikotvm.kz. С вами была Марина Васильева и программа «Час Акима». Всем здоровья! Редактор субтитров А.Семкин